В чем заключается основная проблема в жизни человека? Он не знает или не уверен в том, что с ним будет завтра. И прежде всего, человек не уверен в том, насколько хорошо он в дальнейшем сможет выживать. Среди прочих вещей, на которые человек безуспешно пытается найти ответы, особое место занимают эти два. Что делать с моими долгами, которые скоро будет нужно вернуть? Как изменить ситуацию, когда мои расходы больше, чем доходы? Незнание ответа на эти вопросы часто вызывает в человеке неуверенность в собственных силах и не дает ему возможность строить долгосрочные планы. Вместо того, чтобы ставить перед собой глобальные цели и задачи, человек очень скоро начинает мыслить понятиями, как прожить до следующей зарплаты. В таких условиях в жизнь человека часто приходит депрессия и страх лишиться всего, что он имеет. И сегодня все больше и больше людей, не думая о последствиях, в качестве простого решения проблем, выбирают антидепрессанты и легальные наркотики. Каждый год только в США из-за выписанных врачами антидепрессантов и легальных наркотиков умирает от 100 до 200 тысяч человек. Это больше, чем погибает в автомобильных катастрофах. Однако подобные цифры американцев совершенно не смущают. С каждым годом они пьют все больше и больше лекарств. Слишком многие фармацевтические компании и купленные ими политики во власти заинтересованы в том, чтобы бизнес на таблетках приносил больше и больше прибыли. А возрастающие прибыли, в свою очередь, позволяют производителям привлекать на свою сторону еще больше политиков. В результате этого порочного круга миллионам людей ставят надуманные диагнозы и выписывают миллиарды таблеток. И если бы реклама антидепрессантов была честной, то она бы рассказала людям о том, что никакие фармакологические препараты не способны решить источник проблемы, которая вызывает депрессии, сексуальные расстройства, суицид и страх. Если бы человек наверняка знал бы этот источник проблемы, то в его жизни было бы значительно меньше неуверенности и беспокойства. Сейчас, по нашему мнению, настало самое время поставить настоящий диагноз. Отсутствие финансовой безопасности Этот вирус сегодня поразил всю нашу планету и продолжает свое победное шествие, затягивая в свои сети все больше и больше жертв. Дело в том, что большое количество людей и семей на нашей планете, так же, как и большинство правительств, живет в долг и терпит удачу в том, чтобы сбалансировать свои расходы и доходы. В этот момент в разуме у человека и появляется идея, связанная с опасностью для его дальнейшего выживания. Это своего рода предупредительный сигнал, который разум дает человеку, но только не в виде физической боли, а в виде эмоциональной и психической боли. Как правило, такая ситуация в жизни человека появляется в том, что у него возникает необходимость работать и делать какие-то вещи, которые жизнь начинает ему навязывать, а не те вещи, которые он хотел бы делать сам. Например, человек вынужден искать вторую работу или вынужден сохранить текущую работу, на которой ему больше работать не нравится. Так как же человеку избежать заболевания этим популярным вирусом? Отсутствие финансовой безопасности. Многие привыкли считать, что в наше время невозможно находиться в финансовой безопасности. Но мы считаем, что это не так. Прежде всего, человек должен осознать, что существуют реально работающие законы денег, которые позволят ему сбалансировать расходы и доходы вне зависимости от уровня текущих доходов. Здравый смысл говорит нам, что если мы знаем причину, источник проблемы, то мы всегда можем что-то сделать с этой причиной, чтобы устранить или как минимум сократить ее нежелательное воздействие. В нашем случае необходимо выключить в своем разуме тревожную кнопку «Отсутствие финансовой безопасности». Как это можно сделать? Мы утверждаем, что после того, как человек узнает законы денег, он сможет сбалансировать свои расходы и доходы. Когда это условие будет выполнено, тревожная кнопка «Отсутствие финансовой безопасности» в разуме человека будет деактивирована, и вирус будет побежден. До сих пор мы с вами много говорили о вашем доходе, но не кажется ли вам, что основная проблема здесь, в этой самой тревожной кнопке «Отсутствие финансовой безопасности», которая с помощью вируса была активирована в нашем разуме? Такая интерпретация данных может вызвать возражения у тех, кто не заинтересован в нахождении настоящей причины и понимании людьми целостности группы. Например, у такой группы могут появиться знания или технология, недоступная для одного человека. Мы знаем, что очень сложно достичь состояния финансовой безопасности в одиночку. Гораздо проще это сделать вместе с другими людьми в группе единомышленных. У нас в компании Global Intergold есть знания и технология того, как справиться с вирусом «Отсутствие финансовой безопасности» и освободить человека из мрачного мира депрессии и беспокойства. Мы сделали свою часть работы, чтобы сделать финансовую безопасность возможной. Теперь дело за вами. Захотите ли вы или нет воспользоваться нашими знаниями и технологиями для достижения долгосрочной собственной безопасности и успеха? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова